Недавно археологи объявили, что человеческие скелеты, найденные в долине садов Португалии, могут быть самыми старыми мумиями в истории. Это открытие не только ошеломляет, но и заставляет задуматься. Что мы вообще знаем о том, как древние люди относились к смерти? Давайте разберёмся, почему это так важно, как учёные пришли к таким выводам, и какие тайны мезолитической Европы нам предстоит раскрыть. Представьте себе Европу 8 тысяч лет назад. Это эпоха мезолита, время, когда люди были охотниками-собирателями, жили небольшими общинами и только начинали осваивать земледелие. В долине Садо, на юге Португалии, эти люди оставили после себя нечто удивительное. Останки, которые, как теперь считают учёные, были специально мумифицированы. До этого открытия самыми древними мумиями считались мумии Чинчорро из Чили, созданные около 7 тысяч лет назад. Но португальские находки отодвигают эту границу ещё на тысячу лет назад. Это не просто археологический курьёз. Это окно в мир верований, ритуалов и технологий людей, живших задолго до пирамид и письменности. Что делает это открытие таким уникальным? Дело в том, что мягкие ткани этих тел давно исчезли, и всё, что осталось, — это кости. Обычно мумии ассоциируются с сохранившейся кожей, волосами или внутренними органами, как у египетских фараонов или болотных мумий Европы. Но в долине Садо мы имеем дело с чем-то совсем другим — скелетами, которые, как считают учёные, были специально высушены перед захоронением. Чтобы понять, как это возможно, исследователи из Упсальского университета, Университета Линнея и Лиссабонского университета использовали метод под названием археотонатология. Это своего рода детективная работа с костями, где учёные анализируют положение скелетов, их состояние и окружающее отложение, чтобы восстановить, что происходило с телом после смерти. И вот что они обнаружили. Во-первых, кости в этих захоронениях демонстрируют необычную гиперфлексию. Конечности согнуты гораздо сильнее, чем это было бы возможно при естественном разложении. Колени прижаты к груди, а суставы сохраняют соединения, что не характерно для тел, которые разлагаются после погребения. Во-вторых, вокруг костей собрались осадочные породы, которые как бы заморозили их в определённом положении. Это говорит о том, что тела хоронили уже в высушенном состоянии, а не свежими. Но как древние люди могли этого добиться? Исследователи предполагают, что тела специально высушивали, возможно, подвешивая их на солнце или оставляя в сухих, хорошо проветриваемых местах. Чтобы зафиксировать конечности в нужной позе, использовались верёвки, которые постепенно затягивали по мере высыхания тела. Интересно, что эти выводы учёные сделали, опираясь не только на сами кости, но и на фотографии, сделанные во время раскопок в 1960 году. Тогда археологи просто задокументировали находки, не подозревая, что они имеют дело с мумиями. И только спустя десятилетия, благодаря новым методам анализа, эти старые снимки помогли восстановить картину. Например, один из скелетов, названный скелет 12, показывает экстремальное сжатие нижних конечностей, что указывает на искусственную подготовку тела перед захоронением. Это как если бы древние люди хотели, чтобы их умершие сохраняли определённую позу даже после смерти. Возможно, это имело ритуальное или духовное значение. Чтобы подтвердить свои гипотезы, учёные обратились к экспериментам по разложению, проведённым в Техасском государственном университете. Там исследователи изучали, как тела разлагаются в разных условиях, и сравнивали это с тем, что они видели в долине Садо. Результаты показали, что если тело хоронили свежим, суставы бы распались, а кости разошлись бы из-за естественного разложения. Но в португальских захоронениях этого не произошло, что подтверждает теорию о предварительной мумификации. Теперь давайте задумаемся, зачем жителям долины Садо было так сложно обрабатывать тела своих умерших? Одна из гипотез – это облегчало транспортировку. Представьте, что община кочевала или хоронила своих мёртвых в специальном месте, удалённом от стоянки. Высушенное тело легче и компактнее, чем свежее, и его проще нести. Но есть и другая, более глубокая причина. Мумификация могла быть частью сложной системы верований, связанной с загробной жизнью. Возможно, сохранение формы тела считалось важным для души умершего или для его роли в ритуалах общины. Это заставляет нас переосмыслить, насколько сложными были духовные практики мезолитических людей. Мы привыкли думать, что сложные похоронные ритуалы – это изобретение более поздних цивилизаций, таких как египтяне. Но, похоже, уже 8 тысяч лет назад европейцы экспериментировали с сохранением тел. Сравнение с другими мумиями мира добавляет ещё больше интриги. Мумии Чинчоро, которые до сих пор считались самыми древними, создавались охотниками-собирателями в пустыне Атакама. Они удаляли внутренние органы, обрабатывали кожу и даже создавали маски для умерших. Это был сложный и намеренный процесс. В долине Садо, напротив, мумификация, вероятно, была более естественной. Тела высушивались без сложной обработки. Но это не делает португальские находки менее значимыми. Напротив, они показывают, что разные культуры по всему миру независимо приходили к идее сохранения тел, возможно, движимые схожими представлениями о смерти. Это открытие также заставляет задуматься о том, как мало мы знаем о мезолите. Эта эпоха часто остаётся в тени неолита с его мегалитами и земледелием. Но находки в долине Садо показывают, что мезолитические люди были не просто примитивными охотниками. Они обладали глубокими знаниями о природе, умели манипулировать телами умерших и, вероятно, имели сложные ритуалы. Это открывает новые вопросы. Были ли подобные практики распространены в других частях Европы? Могли ли другие захоронения, которые мы считали обычными, тоже быть мумиями? Будущие исследования, возможно, дадут ответы. Но есть и философский аспект. Когда мы говорим о мумиях, мы говорим не только о костях, но и о людях, которые жили, любили, боялись и верили. Каждый скелет в долине Садо – это чья-то история, чья-то жизнь. И то, как эти люди заботились о своих умерших, говорит нам о том, что для них было важно. Мумификация – это не просто технология, это способ сохранить связь с теми, кто ушёл. И, возможно, в этом мы не так уж отличаемся от людей, живших 8 тысяч лет назад. В заключение хочу сказать, что это открытие – лишь начало. Археология постоянно удивляет нас, показывая, что прошлое сложнее и богаче, чем мы думали. Если мумии долины Садо действительно старше всех известных, это меняет наше понимание истории. Но даже если новые находки опровергнут это, они уже заставили нас задуматься о том, как человечество тысячелетиями пыталось справиться с неизбежностью смерти. Что вы думаете об этом открытии? Считаете ли вы, что мезолитические люди были более сложными, чем мы привыкли думать? Пишите в комментариях, делитесь своими мыслями и не забудьте поставить лайк и подписаться, чтобы не пропустить новые путешествия в мир истории. Субтитры создавал DimaTorzok